Слава Господу! И мы продолжим рассматривать послание к евреям апостола Павла и прочтем 31 стих 11 главы этого послания. Верую Рау блудниться с миром, принявшийся глядатаев, и, проводив их другим путем, не погибла с неверными. Вот этим 31 стихом мы завершили наш последний разбор. Мы видим, что последним образом в приведенном в этом списке праведников по вере, на котором Павел остановился особо, была Раав. Это подчеркивает ее особый подвиг, который многим читающим Библию не вполне понятен, потому что очень уж в большой глубине была та яма, в которой находилась эта душа, из которой ее извлек Господь. Но он это сделал и поставил нам в пример эту женщину. Для Бога нет таких глубоких рвов, из которых он не мог бы поднять человека, который возложил на него упование свое. Раав, как кажется, погнал к Богу страх. Ах, не без этого, потому что погибель страшна. Но множество погибающих в мире людей уходят в бездну, потому что практически ее предпочитают. То есть это не означает, что им очень туда хочется идти, но так выходит, человек не верит, что Бог может его спасти. И часто такое неверие своей причиной имеет не сомнение в существовании Бога, но сомнение в его милосердии, которое может простить человеку его греховность. Ну, часто люди полагают, что их не за что судить, потому что, по их мнению, никаких смертных грехов за ними нет, и потому на суде они будут оправданы, и поэтому они не нуждаются в покаянии, обращении – это другой случай. Ну, вот нередко мне приходилось сталкиваться, человек как раз видит себя таким грешником, что ставит на себя крест, будучи уверен, что Бог его никогда не простит. И поэтому отказывается от благой вести. То, что Ра в таком своем положении все-таки предприняло попытку найти спасение именно в том страшном Боге, от которого трепетали все ее единоплеменники, там, в Иерихоне, показывает, что она поняла Господа лучше, чем эти ее сограждане. Потому что она посчитала реальной возможность получить от него помилование. То есть она предполагала в Боге черту, о которой не мыслили жители Иерихона. Этой чертой является милость. И она решила возложить надежду на вот эту особенность божественного характера. А для этого надо смириться и признать себя недостойной самой жизни на этой земле, чтобы не надеяться на какие-то свои личные достоинства, но исключительно на милосердие Бога могущее упростить, невзирая на дела. Ра в значительное опередило своих соплеменников в понимании Бога Израилева. Они видели в нем кого? Своего врага. Она же рассудила иначе. Нет у нее возможности изменить отношение этого Бога к Хананеям и, в частности, к ней, как к Хананьянке. Значит, надо менять свое отношение к Нему и постараться стать на Его сторону. А возможность принятия ее Богом, она, как мы отметили, ну, по крайней мере, не исключала. Об этом как раз и говорят ее действия в отношении посланных соглядатаев. Ра возложила надежду на милость Господа, у нее просто не было на что еще надеяться. Кроме Его милости, она не ошиблась. И вот далее, 32-м стихом, Павел приводит еще ряд знаменитых имен, и, находя возможным формате этого своего послания, подробнее остановиться на каждом из них. Он говорит, и что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, и Фае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Этим стихом начинается заключительная часть 11 главы, которая имеет, ну, и свои сложности для толкующих, потому что весь этот отрывок, ну, как кажется, он проводит одну единственную мысль, так, чтобы с каких-то дополнений, которые позволили бы толкующему как-то порассуждать более пространно над этой частью 11 главы. Итак, первым в этом коротком перечислении идет Гидеон. Несколько противоречивая личность в Писании. Хороша была его победа, но труден был путь к ней через эти многочисленные удостоверения в истинности обещанного Богом, через все эти знамения. Печальным выглядит конец этого праведника в связи с вот этим сделанным им Эфодом, который вел в блужение народ. В общем-то, народ не был верен Богу в те времена, служил Ваалом, но добавлять к этой неверности еще один штрих не следовало бы. Однако Гидеон этого не понимал, потому что он не был силен в богословии. Он-то, как ему казалось, не сделал идола, не сделал очередного Ваала, жертвенника которого он сначала разрушил там, не сделал какого-то лжебога для своего народа. Эфод – это часть одеяния Божия священника. Ну, в данном случае, конечно, речь идет именно о нагруднике, который крепился к Эфоду. Но не будучи частью указанного Господом, учрежденного Богом центра поклонения вот этой селомской скинии, он не мог стать реальным средством связи человека с Богом. То, что по-настоящему происходило, когда люди шли туда, к Гидеону, за ответами, следует квалифицировать как гадание. Писание не дает нам никаких подробностей, как именно оно совершалось, но просто определяет суть его, как блужение, говоря, сделал Гидеон Эфод и положил его в своем городе в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гидеону и всему дому его. И мы знаем, чем кончилось это для его дома. Он почти весь был истреблен, за исключением одного только отпрыска этого рода. Кстати, вот тут высвящено, знаете, одно из заблуждений, которые до сих пор находят в себе сторонников среди верующих людей. Это попытка узнать волю Божию, которую можно квалифицировать как гадание на священных предметах. В наши дни у многих верующих, к сожалению, у многих, таким вот священным предметом служит Библия. Это происходит, когда вместо ее чтения и исследования, ради чего она, собственно, и дана верующему человеку, ее открывает так, где случится, и куда упал взгляд, на какой стих, вот этот стих считается личным откровением, вот это Бог проговорил данному человеку. И такая практика полностью заменяет у этих верующих чтение Писания. Очень легко, конечно, подобным образом разговаривать с Всевышним, получать у него откровение, попасть в пророки на это заблуждение. Полученные вот таким способом ответы, они не будут являться действительным выражением воли Божией для данного человека в данный момент. Такая практика, как уже отмечалась, для многих заменяет чтение Священного Писания, через что поступающие так люди просто лишают себя освящения от Слова Божьего и действительного такого настоящего познания, изложенной в нем воли Господа. Но, возвращаясь к вот этой спорности личности Гидиона, следует отметить, что вот большинство из перечисленных в этом 32 стихе, большинство из этих людей, они могут выглядеть довольно-таки спорными в качестве примера святости. Самсон – это вообще целая загадка. Настолько неадекватно вел себя этот человек, постоянно нарушая закон Божий в угоду своей плоти. Тем не менее, Бог действовал через него. И Ефай с его взглядами на допустимость человеческих жертвоприношений, которые стали для него самого сетью, тоже выглядит как спорный пример для наставления. Давид, вот это его дело с Версавией и Каеса должно было бы вычеркнуть его из этого списка. Лишь Варак, о котором мы мало знаем, и Самуила не выглядят, ну, вроде, свободными от нареканий. И однако же Слово Божие ставит всех перечисленных в пример, что нередко вызывает вопросы. Но тут надо понять, и это несложная истина, что Писание, конечно же, не имеет в виду в данном случае всю их жизнь вместе с их падениями, когда они случались, там, эти падения. Слово Божие сосредотачивается на их вершинах, которые им удавалось достигать посредством их веры. А эти люди, они действительно в определенный момент своей жизни были отмечены явлением доверия Богу, через что они обрели победу и свое место на страницах Священного Писания. И вот на этих самых ярких моментах, проявленной ими веры, нам и надо сосредотачиваться, потому что Павел преподает нам здесь наставление в вере. Как ни смущался Гедеон, приняв повеление от Господа, но вывел всего 300 человек против этого несметного полчища и победил, потому что ему хватило все-таки упования на Бога. И Ефай, хотя и был человек воинственный, но, знаете, одно дело устраивать с отрядом подчиненных ему разбойников там засады на дорогах или налеты на какие-то поместья, а другое дело повести армию в бой против вражебного государства. Причем Ефайу пришлось это сделать, как и Гедеону, в то время, когда Израиль был слабо, враги его находились на вершине своей силы. Он отлично понимал соотношение сил между его народом и аманитянами, что оно не в пользу Израиля, и исправить вот это положение он решил самым эффективным способом, возложив надежду на неиссякаемый источник силы. Веря в Бога и в его обетование, а назначенной Израилю земле, на которую его теперь потягают его агрессивные соседи. Самсон в этом коротком списке, ну, самая противоречивая личность, но Павел здесь указывает, что именно посредством веры он мог являть ту неимоверную физическую силу и способность воинствовать, которой прославился этот человек. Книга «Судей» попросту нам рассказывает, коротко рассказывает историю жизни этого человека, не подчеркивая вот этого тайного невидимого принципа действия силы этого героя. Ему довелось, в конце концов, поплатиться за допущенное служение плоти в его жизни, но Писание сохранило для нас его образ именно как героя веры. И со следующего стиха апостол, можно сказать, подчеркивает ту мысль, которая была высказана выше, что Слово Божие в качестве назидательного примера явления веры берет отдельные моменты жизни этих мужей веры, а не всю их жизнь с допускавшимися промахами. Павел далее пишет о тех, чьи имена только что он перечистил, и о других пророках, это с 33 стиха, «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали устальвов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». Тут мы на короткое время остановимся, и отметим, что вот только что перечисленное относится к такому явлению силы через веру, что даже и по-человечески оно выглядит явлением, ну, каким-то совершенно чудесным, несвойственным человеческой природе. Но вот со второй половины 35 стиха, которую мы сейчас прочитаем, апостол переходит к тому виду явления Божьей силы, который многим в мире может показаться напротив, даже недостатком силы, ввиду того, что, опять же, по-человечески, враги этих праведников выглядят победителями. Однако реально с этой части 31 стиха Павел переходит к примерам явления еще большей веры, и через нее силы, чем те, о которых сказано перед Сим. И вот эти примеры, они не включают каких-то чудес, «но исключительно выбор веры ее героями и непобедимую верность Господу». Апостол продолжает со второй половины 35 стиха. «Иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитаясь в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Это о людях, которые верою побеждали свою плоть, предпочитая Царство Небесное благополучию и удовольствием своей телесной природы. И это великая победа. Вот на примере того же Самсона мы можем видеть, что проще оказывается заявить веру, так сказать, на внешнем уровне, в сотворении какого-то чуда, в поражении восставшего противника, там избить какое-то количество филистимляна с линой челюстью, чем делать это на внутреннем уровне, побеждая плоть, преодолевая ее расслабляющее влияние и подавляя ее сопротивление, и не считаясь с нею идти на подвиг, на подвиг верности, который зачастую требует не просто силы, а вообще отдать свою жизнь. В книге Откровения есть слова, которые часто вызывают вопросы. Записано они в 13 главе, это 7 стих, там сказано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем». Здесь сказано об Антихристе. И знаете, часто верующие, особенно впервые читающие книгу Откровения, часто их беспокоит вот это заявление о победе зверя, потому что возникает мысль о том, что, ну, святые не устояли и покорились этому человеку греха. Но Господь не это имеет в виду сказать. Что это за победа? И видно как раз из второй половины данного стиха. Господь говорит, «И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и плением». То есть это победа зверя в сражении со святыми за души человеческие, за души людей этого мира. И таким образом святые утратят в этой борьбе влияние в обществе, и оно всецело примет сторону Антихриста, что развяжет ему руки для дальнейшего уничтожения вот этих самых святых на земле. Но это не есть победа над духом этих верующих людей. Они не покорятся зверю и сохранят верность, и потому они названы победителями в другом месте книги Откровения. В 15 главе там Иоанн говорит, «И видел я как бы стеклянное море, смешанное огнем, и смотрите, победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют там песни». Мы видим здесь спасенных верующих, которым довелось в жизни столкнуться с Антихристом. То есть речь идет о тех, кто по разным причинам не был восхищен церковью и остался на великую скорбь. Однако сохранил верность Господу на земле, и о них Господь говорит, что они победили Антихриста, не приняв начертания. И это та самая трудная личная победа над своей плотью, требовавшей компромисса, требовавшей уклониться от мучений, требовавшей сохранения жизни путем неверности Богу. Личная победа осталась таким образом за этими святыми, и потому они были уничтожены на земле, чтобы стать перед Господом на вот этом стеклянном море, смешанном с огнем. Море в храме, вы знаете, это было вместилище воды, в котором омывались те, кто должны были войти во святилище для служения. И эти верующие, они прошли огненное омовение, и теперь вот поют Богу с этими гуслями, поют ему песнь Моисея и Агнца. Итак, Павел показывает нам победивших свою плоть и сохранивших верность в прежние времена, и достигли они этой победы, опять же, верою. Для человека мира сего они были побежденные, потому что этот мир они не завоевали, не обратили его к Богу, не стали в нем авторитетами, но были изгнаны. Но в очах Господа это победители в самой трудной борьбе со своей телесной природой. Мир считал и считает таковых за ничто, но весь мир с его раздутым самомнением, реально в очах Божьих не достоин любого из этих людей. Но апостол говорит о них следующими 39-м и 40-м стихами. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Этими словами Павел, во-первых, показывает, что все перечисленные им перед всем, не только имена, которых были названы, с ними понятно, но и вот эти неназванные, вместо имен которых мы имеем, здесь только свидетельство о их делах, их победах, верою, все они есть люди прежней эпохи. Павел не говорит здесь о новозаветных святых. И, во-вторых, все эти люди, тем не менее, не достигли совершенства, пока не пришел час исполнения божественного обетования во Христе. Когда же совершилось искупление кровью Сына Божия, они обрели это совершенство вместе с искупленной церковью. Все это время их ожидания, они имели вот ту самую проблему отсутствия искупления, которое и величайшего из когда-либо рожденных женами пророков оставляло вне Царства Небесного, делая его меньшим самого малого, который оказался в этом Царстве. Вы знаете, о ком это речь идет. У нас нет этого времени и ожидания, потому что жертва нашего искупления уже совершилась, и мы имеем доступ в Царство нашего Бога на небесах. Итак, из слов Павла явствует, что все эти святые свидетельствованные в вере все-таки в конце концов они получили ожидаемое. Не сразу, но позже вместе с церковью. Но все-таки они обрели его. Причем апостол подчеркивает, все сии свидетельствованные в вере. Кого же мы должны подразумевать под этой категорией все? Вероятно, мы не можем ее ограничить лишь безымянными героями, о которых Павел говорит, начиная с 33 стиха и перечисляя лишь их деяния. Сам Спаситель засвидетельствовал иудеям. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался. То есть, первый патриарх, покинул эту землю, также находился в ожидании и возрадовался, увидев день Христова, потому что наступление этого дня вносило положительные перемены в его положение там за гробом. Он тоже нуждался в искуплении, значит, и он не достиг совершенства, пока не явился на землю Сын Божий и не принес себя в жертву. А имя Авраама упомянуто в первой части этой 11 главы. То есть, вот эти слова апостола, все сии свидетельственные веры, они охватывают всех упомянутых в этой главе, начиная с Авеля. Это значит, во-первых, что даже Энох, взятый на небо, минуя смерть, упомянутого совершенства в тот момент еще не достиг. Мы знаем, что он, как или я, еще не завершил своего земного пути, и это значит, что назначенного воздаяния они оба еще не обрели, не получат его позже, когда, наконец, закончат здесь на земле свое служение в последние дни. Это во-первых. И во-вторых, в рассматриваемых словах апостола мы должны увидеть и конечную оценку жизни тех самых спорных, с нашей точки зрения верующих, прежней эпохи, вот как Гедеон, как Ифай, как Самсон. То есть, их несовершенство, о которых говорит нам Слово Божие, оно не перечеркнуло их подвиг. Они оставлены, эти несовершенства, на основе писания нам в назидании. Но они все-таки не повлияли на конечную оценку их жизни, и эти люди остаются героями веры. Они жили в эпоху торжества плоти, когда верующие были отделены от Духа Божия грехом про отца Адама. И это, несомненно, было учтено Господом как смягчающее обстоятельство. А подвиг их веры был сохранен за ними, и он не оказался вычеркнутым вот этими допущенными промахами. Не со всеми так было. Вот Валаам был Божиим пророком, и его пророчество, записанное в книге чисел, считается самым возвышенным местом во всем Пятикнижии. Но мы видим, что конечная оценка его жизни оказалась отрицательной. Новый Завет говорит о нем не как о пророке, но как о лжеучителе, как о научившем ради мзды народ Божий отступлению от Господа. Так он характеризуется Иисусом Христом в книге Откровения, в послании Семи Церквам. Его удивительная близость к Богу среди языческого народа, среди языческого мира, несомненно, бывшая результатом его веры, она в конечном итоге была перечеркнута одолевшим его грехом сребролюбия, который толкнул его на вот эту неверность Богу, когда он, зная волю Божию об Израиле, стал на сторону сатаны, научив мадьянитян, как лишить этот избранный народ благословения. Потому мы не находим имени Валаама среди перечисленных Павлом в этой главе, среди этих мужей веры, хотя у него тоже была вера. Он отрекся верой и погиб не только по плоти, отмеча израильтян, но и духом он умер. Итак, Бог более снисходительно отнесся к промахам верующих минувшей эпохи, ввиду недосягаемости для них в их жизни вот той полной святости и духа, какая стала возможность устранением первородного греха. А мы вот подобного смягчающего обстоятельства не имеем. Потому что живем в эпоху действующего искупления, через которое открыта возможность беспрепятственного соединения с Богом, когда Господь Духом Своим поселяется в онмытых Его кровью людях. Потому Новый Завет гораздо строже прежнего, ветхого. Он и в деяния, даже мысли и чувствования человеков меняет. Потому что кровь Христова, она очищает внутреннее уверовавшего, делая его святым изнутри, и последнему остается хранить подаренную чистоту, не допуская греха в свое омытое сердце. И для такого контроля искупленный имеет все необходимое от Господа, имеет самого Господа в своем сердце. Этим обусловлена гораздо более высокая ответственность верующего за свое хождение, чем то было в прежнем Завете. Примеры же несовершенств людей, отмеченных верою, имеют для нас значение, потому что, несмотря на смену Заветов и на изменение ситуации во взаимоотношении верующих с Богом, плоти остается той же и стремление ее те же самые, какие были всегда от дня грехопадения. И верующим надо распознавать то, что исходит из плоти, то, что от нее исходит, и не позволять ей брать вверх, и вместо Духа делать выбор, какой шаг сделать, какой путь избрать. Итак, Бог предусмотрел у нас нечто лучшее. Верующего Христа по смерти уже не спускается в преисподнюю одним из отделов, в которой было Лона Авраамова. Этот отдел уже изъят умершим Христом оттуда. Мы, уходя с этой земли, еще не достигаем полного совершенства, потому что мы расстаемся с нашим телом. То есть, временно утрачиваем изначальную троичность. Человек создан, как создание троичным. Временно эта троичность утрачивается, поэтому духи еще не воскресших святых, они полного еще совершенства не достигают. Но Дух, покидающий тело, Дух Святого Человека, покидающий тело, он водворяется у Господа. Об этом говорит Павел во втором послании к Коринфянам в пятой главе. Он там пишет, «И так мы всегда благодушенствуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устроены от Господа, и мы выходим в веру и о невидении, то мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Из этих слов совершенно ясно, куда отправляется Дух верующего, выходя из тела по окончании его жизни, что бы там ни говорили разные лжеучения в наши дни. Он водворяется у Господа, что также ясно из слов самого Спасителя, когда он сказал раскаившемуся разбойнику на кресте истинно, говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. И здесь речь идет не о воскресении этого человека, а именно о его духе, когда он выйдет из тела, ему определено место со Иисусом в раю. Но нечто лучшее – это не только место умершего телом там на небесах. Это то положение, в котором относительно Бога оказывается принявший благую весть. Это то соединение с Господом, какого не знал старозаветный человек, какого не знал даже Иоанн Креститель, который от чрева матери своей исполнился Святого Духа. Но это не было то единство, которое стало доступно в результате искупления Христова. Во Христе верующий обретает полноту, то есть совершенство. Что такое, собственно, несовершенство? Это недостаток чего-то. Чего-то вот не хватает до полноты. Во Христе верующие обретают эту полноту. И какова степень вот этого получаемого нами совершенства, понятна из того, что восполняющим несовершенство Святого Человека оказывается сам Бог, который поселяется в этом человеке. Так что сердце этого человека, в его сердце образуется Царство Божие. Потому что в нем, в этом сердце, престол Божий. А где Бог сидит на престоле, там и его Царство. Там Царство Божие, Царство Небесное. И так далее апостол, подытоживая все вот эти примеры свидетельственных вере праведников прежней эпохи, с первого стиха уже следующей, тринадцатой главы, двенадцатой главы, простите, говорит, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнет с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Если в прежнюю эпоху, когда еще не совершилось искупление, вера оказывалась столь действенной, не только служа к совершению ее героями великих дел на земле, но и гарантируя им обретение обетования в будущем, то тем более очевидным должно быть для детей Божьих ее преимущество в наши дни, когда в силу вошел новый завет, завет духа, завет веры. Этот способ обретения благодати, которым должен несемерно пользоваться верующий во Христа. Все вот эти примеры старозаветных мужей веры, они должны послушать к ободрению верующему человеку наших дней, чтобы он с терпением проходил назначенный ему путь, познавая на нем Господа и совершенствуясь в этом познании. Но для прохождения этого пути есть важное условие, вот о котором здесь говорит апостол. Он говорит, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Знаете, это не благовестнический призыв к покаянию грешников, но это слово, обращенное к верующим людям, которые уже вступили в завет с Богом и, будучи возрождены, имеют способность сделать то, к чему призывает их здесь Павел. Грешник такое над собой проделать не может, и призывать его к этому бесполезно. Ему нужно покаяние и просьба, чтобы Господь освободил его от рабства греха. Павел здесь обращается к пережившим вот такое освобождение. Да, если повисло вот это бремя и возник вот этот запинающий грех, верующий тоже должен покаяться, но чтобы свергнуть с себя это и освободиться от этого, требуется активность искупленного человека, требуется его усилие. Но как люди возрожденные оказались в состоянии, когда нуждаются в том, чтобы опять снимать с себя бремя, откуда у них взялось это бремя. Мы говорили об этом не раз. Духовность верующего требует постоянной заботы, потому что возврат в плотское состояние возможен и после рождения свыше. Мы останавливались на том, что произошло с коринфянами, которые были обильно одарены, не имея, как Павел говорит, никакого недостатка, ни в каком даровании. Но апостол в первом же послании к ним определяют их уровень, как плотский. И реальность вот такого возврата имеет место, потому что, опять же, тела наши все еще те же, какими они были до нашего обращения, до нашего возрождения. А длина пути, к которым мы идем годами, по-настоящему не зная, сколько нам отмерено на этой земле, но воспринимая эту дорогу как долгую, длинную, она способствует к ослаблению внимания к святости и попущениям плоти, потому что святость для нее, для этой плоти, она все еще противоестественна. И контроль над телом требует постоянных усилий. И если бы мы знали, что вот завтра нам предстоит предстать перед Господа, мы сегодня были бы очень ревностны в своем уповании, и тело наше загнали бы в такую узду, что оно просто и в голос опадать не смогло бы. Но день исхода нашего закрыт от нас. И это для того, именно для того, чтобы мы жили благочестивой жизнью, а не прожив свои дни по плоти, в последний момент бросились бы исправлять положение, чтобы перестать перед Господа хорошими, верными христианами. Это не был бы путь познания Бога, а значит и достижение совершенства в Нем. Это была бы жизнь человека этого мира, любящего не Бога, а свою плоть и угождающего ей. Павел в этом же послании, в 10 главе говорит, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Это 36 стих 10 главы. Есть определенная воля Божия, которая надлежит исполнить человеку в течение своей жизни. И на ее исполнение человек, познавший Бога, остается на земле, в большинстве случаев не тотчас, уверовавший по своему верованию, берется на небо. И это назначение его жизни. И исполнить его возможно, невозможно исполнить его, потратив свою жизнь на суету, на плоть, и зная о времени исхода, если такое возможно, в самом конце взяться, налаживать свое хождение, свои отношения с Богом. Соблюдая волю Господа, каждый день верующий возрастает, совершенствуется и приносит Богу плод. Этого совершенства не достигнешь, занявшись им под самый занавес своей жизни. Бывает, что не знавший Господа, человек обращается на смертном одре и потом умирает. Но уверовавший, у которого есть жизнь впереди, имеет задачу исполнения назначенной ему воли Божией во всю его жизнь. И для этого дела в его жизни выходные не предусмотрены. Нам нельзя терять дни, тратя их на плоти, откладывая волю Господа на потом. Итак, Павел призывает верующих освободиться от бремени, которая, пользуясь ослаблением их бодрствования, вновь накинула на них их телесная природа, отвернуть запинающий, то есть препятствующий движению грех, и вооружившись терпением проходить предлежащее им поприще. Вот дорогу эту апостол именует словом поприще. Мы знаем из Нагорной проповеди заповедь о поприще, помните, кто принудит тебя идти одной, иди с ним два. Но это авторы синодального перевода применили в обоих случаях одно и то же слово. В тексте оригинала оно не так. В данном месте Павел употребляет греческое слово агона, которое дословно означает борьбу, сражение, борение. Это то, что, по словам апостола, предлежит верующему человеку. И тут легко проверить, соответствует ли наша жизнь после обращения вот этой характеристике, или она более похожа на увеселительную прогулку. Если это жизнь по духу, это будет борьба. Если по плоти – развлечение. Далее, со второго стиха апостол указывает нам еще один важный способ, которым мы должны воспользоваться, чтобы успешно пройти этот путь, совершить это поприще. Но мы поговорим о нем, если Бог позволит, в следующий раз. Итак, жизнь по вере есть жизнь по духу в противоположной жизни по плоти. Павел предупреждает в послании кремлянам, если живете по плоти, то умрете. И предупреждение это обусловлено тем, что у нас есть выбор. Его нет у человека неискупленного, потому что он раб греха, раб своей плоти. Он ничего другого избрать не может. Но этот выбор есть у нас, потому что Господь освободил нас. Но путь верующего – это путь борьбы, в которой ему постоянно приходится делать выбор между своим телом и своим духом. И важно, чтобы это был всегда правильный выбор, потому что поблажка плоти – это, знаете, не просто временный шаг куда-то в сторону от правильного пути, но это укрепление плоти против духа. Она усиливается, когда человек угождает ей в ущерб духу, что ведет к ее первенству в сущности человека, делающему верующего опять плотским. Нам важно вот это осознавать и жить по духу, укрепляя его, чтобы он властвовал над плотью, и чтобы назначенная нам воля Божия была бы благоуспешно исполнена нами на земле. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш милосердный, мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты увидел нас среди этого мира, среди этой несметной массы человеческих душ, и Ты простер к нам свою руку и спас нас, и извлек нас из того рва, где мы находились. Благослови нас, Господи, быть верными Тебе, хранить подаренную нам благодать, ходить в истине, ходить по духу, ходить по вере и не попускать плоти, чтобы она не взяла над нами вверх, и чтобы мы не ушли с того пути, который ведет в Царство Твое, где Ты обещал нам и приготовил для нас обители. Благослови нас, Господи, и будь прославлен за все наш Бог. Аминь.